Я работал на Всесоюзном радио, а потом перешел на программу «Время». И, собственно говоря, пересекался только два раза с Гейдаром Алиевичем. Один раз, когда он вел совещание, связанное с расследованием гибели теплохода, такая была серьезная трагедия. Потом уже в Кремле вместе с Примаковым мы как-то уединились в одном из помещений. И был такой разговор, собственно, о житье, бытие. И Гейдар Алиевич в нем принимал участие. Не понял причину, поскольку я был, собственно говоря, рядовой корреспондент. Но как-то они хотели узнать, чем живет редакция, какие мои интересы, как я себя ощущаю, как я мыслю свою работу. Для меня это был довольно странный разговор. Обычно такие разговоры происходят накануне каких-то кадровых решений. Но, по мне, никаких кадровых решений не произошло. И ориентировался в политике уже тогда, поскольку занимался и политической журналистикой. И следил за политическими лидерами того времени. А Гейдар Алиевич Алиев, он был уникальный человек в своем роде. Поскольку это был такой воспитанник национальной элиты. И даже когда... Я хорошо его знаю в биографии. И когда он просился оставить его в Азербайджане, все-таки его не оставили. И он уехал в Москву. Он прекрасно ориентировался во всех политических течениях и хитросплетениях кремлевской жизни. И испытал на себе каток политический. Когда в 85-м году он поддержал Горбачева и его избрание лидером. И потом, когда тот же Горбачев прошелся по нему, собственно, тоже катком. Причем так, что этот почерк мне был знаком, потому что я хорошо знал, как он прошелся по Ельцину, когда тот руководил московским городским комитетом партии. И когда через врачей его хотели отправить в отставку. И также Гейдара Алиева хотели через врачей сделать инвалидом, ну, по крайней мере, убедить его в том, что он инвалид и физический, и политический. И он не может заниматься той большой работой, которой он занимался. И таких лидеров не так много, которые переживают такие метаморфозы. И, видимо, внутри оба они были готовы к этому. Гейдара Алиев вообще очень много переживал предательств, политических предательств в своей жизни. Ну, в Москве он в полной мере ощутил, что это такое. Что импонирует в нем? Ну, я как представитель журналистского корпуса, он никогда, в отличие, кстати, от Примакова, никогда не пытался отстраниться от журналистов, никогда не пытался поставить некий барьер. Вот я власть, а вот вы там. Вот то, что вам дадут, тем вы и живите. Он всегда старался через этот барьер перешагнуть и как-то неформально работал с представителями прессы. Как-то искренне. И, там, скажем, его походы в народ, вот эти выходы, которые начал делать Горбачев, как мы думаем, что он первый начал. Вот машина останавливается, он выходит, идет, общается с гражданами, все в восторге, задают ему вопросы, могут притронуться. Даже к такому высокому руководителю. Он же первый это начал. И, собственно, первый начал это делать. И, мне кажется, он делал это искренне. Абсолютно это была непоказушная история. И он это делал очень активно в Азербайджане. Он любил общаться с людьми. Некоторые крупные руководители, кстати, и хорошие руководители, они не любят этого делать и не умеют. А вот он и любил, и умел, потому что, я думаю, что для него было очень важно нащупать вот этот пульс жизни народной. Он подпитывался и энергией, и информацией. Потому что одно дело, тебе дают справки, дают доклады, дают отчеты. А другое дело, ты ощущаешь, что люди думают, как они настроены. В бумагах ты не передашь их психологическое настроение. А вот он как-то, как камертон это ощущал. И это было видно, что он неформально это делает. Ему это нужно. И действительно ему это было нужно, потому что он выходил из сложнейших политических коллизий, ситуаций, столкновений. Не всегда сначала, может быть, победителем, но в конце концов он побеждал. И он умел найти этот путь к победе через компромиссы, через непростые решения. Но он продемонстрировал то, каким должен быть политик. И мастер компромиссов, с одной стороны, а с другой стороны, четко идущий к намеченной, где-то, может быть, сначала в далеком будущем, а потом все это ближе и ближе, цели. А эта цель была построить независимое, процветающее государство. Собственно, сейчас мы видим, какие серьезные изменения происходят в Азербайджане.